Свердловский государственный академический театр драмы. Расскажите нам немного о этом визите поподробнее. Поэтому театр драмы как раз в рамках тех обещаний, да и по большому счету в рамках договора, который есть между двумя территориями, губернатор нашей области приезжал в Севастополь в прошлом году в июле, и тогда был подписан договор, в том числе и о культурном сотрудничестве. Мы стараемся его реализовать и делаем это с большим удовольствием. Скажу честно, как раз Свердловский академический театр драмы – это один из ведущих драматических театров Свердловской области. Я должен сказать, что их много в Свердловской области. 36 профессиональных театров у нас в нашей пятимиллионной области. Ну и если говорить о театрах драматических, то вот лидером этого пространства является академический театр драмы, известный, прославленный. Буквально мы улетали третьего утром в Севастополь, в Симферополь улетали, конечно же, через Симферополь летели. А накануне вечером театр праздновал свой 85-й день рождения, вот на следующий день мы уехали сюда. Это большие полноценные гастроли, то есть сюда отдельно шли декорации фурами, отдельно ехал артистический состав. В общей сложности это где-то около 80 человек, и они привезли пять спектаклей. Это большие полноценные гастроли, как мне кажется, достойные достаточно изысканного и опытного севастопольского зрителя. Но вот первые показы, первые спектакли показали, что мы приехали не напрасно. Собственно, мы как бы в этом и практически не сомневались, но все равно такое некое волнение было. Принимают, конечно, очень тепло. Но я должен сказать, что вместе с театром драмы приехало еще два наших коллектива. Во-первых, я должен сказать, что завтра будет концерт Героин былых времен, который привез сюда наш областной дворец народного творчества. Тоже практически 80 человек участвуют в этом концерте. И вот вчера сюда пришло специальное оборудование, и световое, и видеооборудование для этого концерта. Это очень зрелищно, очень мощная с точки зрения вот такого духа программа. Мы ее показывали последний раз 9 мая в Волгограде, на центральной площади Волгограда. И нам очень хотелось показать эту программу севастопольцев. Но и у нас здесь находится один из самых известных наших музеев. Он развернул выставку как раз в фойе театра имени Луна Чарского. Это музей камнерезного и ювелирного искусства. Урал, как известно, славится своими камнерезами и ювелирами. Вот как раз некоторые их работы мы представляем. Поэтому мы тут большой, я надеюсь, талантливой компанией. И приехали действительно с удовольствием, с таким ярко выраженным и гражданским в том числе порывом. И нам очень приятно, что все мероприятия, которые намечены, идут, как нам кажется, с большим успехом. Мы очень рады сделать интереснее, насыщеннее жизнь жителей Севастополя. И надеемся, что нам это удастся. Насколько я знаю, один из спектаклей «Доходное место» вроде бы он собрал аншлаг уже в начале. Хотя обычно планируется, что к концу гастролей начинаются аншлаги, а тут сразу же с первым же спектаклем. Да, действительно, был даже переаншлаг, потому что я знаю, много людей на спектакль не попали. При всем при том, это спектакль, сделанный в такой достаточно современной форме, содержательно. Там сохранены все смыслы Островского. И в каком-то смысле они даже стали более объемные, возможно. А вот по форме этот спектакль во многом такой неожиданный. Такой гортысковый почерк режиссер выбрал. Но, как мне думается, он достаточно здорово сыгран и талантливо поставлен. И нас очень порадовал то, что вот такой неожиданный спектакль был принят так севастопольским зрителям. Потому что театр привез абсолютно разные спектакли. Академические, такие строгие, я бы сказал. И вот такие слегка авангардные, как и должно быть, наверное, в любом театре. Вот два полюса академические, авангардные должны присутствовать. Ну и, как показал первый день, действительно, это имело, безусловно, успех. Я надеюсь, что так будет все остальные дни. Я тоже так почти уверен в этом. Сколько времени театр будет в Севастополе? Ну, он будет еще три дня здесь. То есть, вот сегодня, завтра и послезавтра будут показы. Потом театр уедет в Ялту, где будет уже работать в течение пяти дней. Поэтому вот еще три дня мы будем здесь. И три вечера будем севастопольцам показывать свои спектакли. Хорошо. А как вообще обстоят дела с развитием культуры в Свердловской области? Ну, вы знаете, надо сказать, что, конечно, культура в Свердловской области – это такой отдельный, достаточно, может быть, интересный разговор, потому что область очень большая. Это почти пять миллионов жителей, огромное количество муниципалитетов, городов в том числе, в том числе крупных городов. Двухмиллионный Екатеринбург, почти полумиллионный Нижний Тагил, там Каменск-Уральский 200 тысяч и так далее. Это большая промышленная область и исследовательская область, потому что много вузов, много институтов научно-исследовательских, и, соответственно, много зрителя, качественного зрителя, как вы понимаете. И поэтому театральная традиция, она в Екатеринбурге когда-то, потом в Свердловске, потом снова в Екатеринбурге, достаточно мощно развита. Поэтому вот у нас только театров профессиональных 35, у нас полный спектр учебных заведений, которые готовят специалистов в сфере культуры, причем таких абсолютно эксклюзивных, Уральской консерватории имени Мусоргского, Екатеринбургский государственный театральный институт. Мы только что открыли хореографический колледж, где будут готовить танцовщиков классических балетных артистов, скажем так, это 8 лет обучения, начиная с возраста 11 лет. У нас полный спектр средних специальных учебных заведений, где готовятся в том числе и артисты цирка, очень большой, кстати говоря, в Екатеринбурге, такой хороший цирк. Поэтому сеть очень мощная, конечно же. Есть учреждения, сделанные, ну, как говорится, по последнему слову техники и так далее. Есть те, которые требуют внимания, в том числе с точки зрения финансирования, с точки зрения ремонтов и прочего. Сеть действительно огромная. Но основные, вот так скажем, областные, основные муниципальные учреждения, они достаточно крепкие в плане материальной базы и творческого состава. Ну, ряд сцен, они не просто мирового, а так вот в лидерах применительно к мировым сценам. Допустим, сейчас запущен театр юного зрителя после реконструкции. Его технические возможности, ну, я не скажу, что беспрецедентные, но достаточно мощные. Детская филармония у нас, мощнейшая детская филармония, со своим залом, со своей инфраструктурой. Детский театр балета «Щелкунчик». Свердловская государственная академическая филармония, это одно из самых крупных филармонических учреждений в России. Пятеро оперы и балета. Последние годы он ежегодно по несколько золотых масок получает. То есть учреждения достаточно мощные, нам есть что показать, в том числе в Севастополе. Мы надеемся, что сможем это сделать, уже так задумываясь, что мы привезем в следующем году и какой театр. Потому что выбор достаточно большой. Многие коллективы хотели бы поехать в Севастополь. И мы постараемся сделать так, чтобы самые интересные работы севастопольцы видели тоже. Нам бы этого искренне хотелось. В любом случае, культурный обмен нужен. Как вы считаете, что он даст вообще Крыму и Свердловской области? Вы знаете, он и нам даст, наверное, не меньше, чем Крыму, чем Севастополю. Но если говорить о Крыме и Севастополе, конечно, понятно, что были времена, когда существовала не то чтобы культурная изоляция, но определенная, так скажем, отрешенность, если угодно, от большого культурного поля России. При всем при том, что Севастополь все равно здесь был в числе лидеров, если брать другие регионы Украины, тогда, когда он был в составе Украины. Но, тем не менее, определенная удаленность от культурного поля России, она все равно присутствовала. Хотя очень много было сделано, чтобы этого не допустить, и очень многое удалось сделать в этом отношении. И нам бы, конечно, хотелось какие-то такие современные, интересные работы представлять севастопольцам, просто потому, что это огромное культурное поле. Россия – это великая держава с точки зрения культурного потенциала. И все те люди, которые здесь живут, должны совершенно четко понимать, что это вообще-то все их, это вот их общее, наше общее достояние, которое нам бы хотелось представить в таком широком спектре. Для нас это тоже очень важно. Я сколько угодно могу говорить о том, что, конечно, нужен новый зритель. В Севастополе он, конечно, несколько другой, чем в Екатеринбурге. Но в главном, наверное, такой же, но в каких-то нюансах он, конечно, отличается. Но для нас это еще и определенный гражданский шаг. И я знаю, многие коллективы с такими предложениями обращаются. Сейчас очень много творческих коллективов, которые бы хотели сюда приехать и будут хотеть это делать, потому что, ну, это, наверное, вполне такой естественный гражданский порыв, приехать к севастопольцам, приехать к крымчанам, и оказаться вот с ними в каком-то общем пространстве, что-то им показать интересное. Это для нас тоже очень важно, тем более, что в плане патриотического, гражданского воспитания, если так объективно рассуждать, Севастополь может совершенно уверенно организовать мастер-классы и для многих других регионов России тоже. — А, кстати, насколько я знаю, Чайковский долгое время жил в Свердловской области. — Ну, нет, не очень долгое время, он прожил где-то около двух лет в городе Алопаевске, есть музей Петра Ильича Чайковского, сохранился дом его отца, который служил на Урале, он был связан с промышленностью Уральской, были заводы в районе Алопаевской, там как раз отец Чайковского какое-то время работал, он был инспектором, и совсем маленький Петр Ильич Чайковский, ему, по-моему, тогда где-то 4 годика было, что-то в этом роде, он вот около двух лет, то есть 4-5 лет ему в тот период было, прожил в Алопаевске, вот в доме своего отца, который сохранился этот дом, там сейчас музей музыкальных инструментов, и он посвящен Чайковскому, стоит памятник Чайковскому, у нас такой популярный есть лозунг в Свердловской области, «Чайковский ближе, чем ты думаешь», потому что, ну, так вот случается, как-то мы привыкли, вот есть музей в Клину, там еще какие-то места, связанные с Чайковским, есть музей у нас в Свердловской области, мы проводим целый ряд фестивалей, связанных с именем Чайковского, и в них участвуют ведущие музыканты Российской Федерации, Башмет Юрий Абрамович, Мацуев и многие-многие другие, и в общем-то мы так активно с этим брендом выступаем, тем более, что у нас проводится часть мероприятий на открытом воздухе, при большом скоплении народа, и как-то мы так активно позиционируем Чайковского применительно к Свердловской области, тем более, что когда-то, ну, тогда еще не было Свердловской области, все это в Пермскую губернию входило, когда-то в одном из писем Чайковский писал на Урал и написал землякам, и назвал себя Уральцем, вот поэтому он, так сказать, тоже, видимо, это ценил соответствующим образом, и этот бренд мы как-то стараемся сквозь время нести. Ну, и какие же у вас впечатления, в принципе, от пребывания в городе Севастополь? Совершенно замечательные впечатления, это, ну, наверное, вот один из таких самых приятных моментов и моей, в том числе, личной человеческой жизни, потому что, я скажу откровенно, я не был в Крыму никогда до июля прошлого года, и первый раз приехал в июле прошлого года, тогда была большая делегация во главе с нашим губернатором Евгением Владимировичем Куйбышевым, с тех пор я приехал в Севастополь сейчас вот уже в шестой раз, и всякий раз это делаю с удовольствием, и в отпуск я приезжал, может быть, бы и не пошел в отпуск, но из желания как-то отдохнуть в Крыму я это сделал, приезжал с большим удовольствием, и я должен сказать, что здесь у нас сейчас уже много друзей, людей близких, по духу в том числе, у нас здесь подширкная школа номер 14 Севастопольская, где театральный центр работает, и мы с удовольствием с этой школой сотрудничаем, поэтому впечатление самое замечательное, город изумительный, и у меня тут есть некие личные, если угодно, мотивы, потому что мой дед Букреев Павел Захарович, из которого, собственно, меня и называли Павлом в свое время, он сражался здесь, и погиб, сражаясь за Севастополь, поэтому для меня это место святое, в том числе, вот лично, и я с большим удовольствием всегда в Севастополе бываю. Хорошо, спасибо большое за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Это была программа «В контексте». Продолжайте следить за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова